Здравствуйте, я Маруся Загорская и это программа, в которой никто не врет, честное слово. Сегодня мы будем обсуждать очень-очень скандальную, но, как выяснилось, важную тему. Ой, она ведет себя как дура, это у нее мужика нормального нет. Это те самые женщины, которых называют тупые фемки. Чувствую, что леща я отхвачу. А за что боремся-то? Война идет за мужика. Ну и прям вот тебе вообще неохота надеть белое платье, вот это все. Только хардкор. И в гостях у меня борец, а возможно борцесса, борцуха. В общем, сейчас и выясним, потому что за что боролась, на то и напоролась. Кать, ну давай для начала определимся, как мне тебя представлять, потому что я-то хотела сказать, что ты главный эксперт по феминизму сейчас у нас в Барнауле, но эксперт, это же не то слово, эксперт. Это слишком сильное слово вообще. В принципе, для меня, ну скажем так, человек, который не боится сказать, я феминистка, живя в городе Барнауле, и человек, который не боится публично обсуждать эту тему, скажем так. Я в большей степени имела в виду именно саму формулировку, потому что, насколько я знаю, сейчас вот именно на феминитивы упирают девушки с твоими взглядами. Ты как вообще к этому относишься? К феминитивам? Ну, если честно, я долго привыкала. Я когда читала, начинала читать феминистические паблики, глаз царапался об эти слова, и действительно было какое-то сопротивление. Но со временем я поняла, зачем это нужно, и это стало легко принять. То есть, ну, несмотря на то, что я в жизни, может быть, не очень часто это использую, потому что уж совсем, чтобы совсем не сойти за одиозную фигуру в нормальных кругах. Вот, поэтому я как бы так, с осторожностью использую. Ну, объясни нам тогда, вот, для чего это нужно? Ну, потому что, если есть явление, это явление должно быть проявлено в мире, в том числе и словом. Потому что мы же не говорим, не знаю, женщина-отец, потому что есть мать, да? Мы не говорим женщина-князь, потому что есть княгиня. Мы не говорим женщина-студент, потому что есть студентка. Да, если мы говорим о феминитивах, когда-то и студентка, это был скандал. В смысле студентка? Что вы имеете в виду? Откуда это слово? Это все, вы коверкаете язык, да? Но появились студентки, и сейчас все к этим феминитивам относятся нормально, хотя, по сути, это феминитивы и есть. Поэтому со временем будут и блогерки, и режиссерки, и авторки, и это будет нормально Потому что авторки классные, читайте авторок, они хорошо пишут, очень хорошо Ну я вот недавно прочитала, что уже одна из редакций перешла на то, что каждая женщина вообще сама может определить, как ее назвать И поэтому одни из них редакторки, одна редакторша Я думаю, это прекрасный компромисс на самом деле Потому что у всех свой этот внутренний путь, гнев, отрицание, торг к феминитивам Он свой, и кто-то на каком-то этапе находит, и я думаю, что это замечательно Даже Цветаева, несмотря на то, что была великолепной поэтессой, просила ее поэтессой не называть Я поэт, говорила она Почему она это говорила, это уже отдельный разговор Но в принципе, право женщины называть себя как угодно, это замечательно Вот как раз про право женщины я у тебя хотела спросить Мне вот перед программой продюсер сказал Вот одеться как-то в соответствии с героем Мол, в соответствии с темой, чтобы вот сразу картинка в глаза бросалась И было понятно, вот сейчас будем говорить про феминизм Я вот поднапряглась тут В общем-то в силу своего понимания феминизма Показала, что у меня вот есть право носить вообще-то мужской костюм И тут вдруг всплывает практически ведическая дама, Катя в платье Что это? Я могу пояснить Мне кажется, опасность с феминизмом такая, что мы можем застрять между двух разных шаблонов Из шаблона настоящей женщины Перейти в шаблон настоящей феминистки И как бы, ну это шаблон и шаблон То есть одну тюрьму поменять на другую тюрьму Без полутонов и оттенков И всего многообразия, что предоставляет нам жизнь Поэтому феминизм, он не в том, что ты должна из образа настоящей женщины переместиться В настоящую феминистку И всем своим видом, всем своими действиями транслировать Что ты феминистка, не знаю Носить какие-то брюки все время, коротко постричься, там что-то еще Смысл не в этом Смысл в том, что ты свободна носить все, что ты хочешь Когда ты это хочешь И никто не вправе тебе диктовать, что тебе носить Феминистка ты, настоящая женщина Это твой выбор, твоя воля Так вот И тут мы подходим к главному вопросу Который меня в принципе-то интересует Всю дорогу, что я наблюдаю рост вообще интереса Вот к этой теме А за что боремся-то? Ну уже давным-давно носить можно все, что ты хочешь Но уже хочешь ты подписаться блогерка или блогерша Или, прости господи, Б Это тоже твое право За что вдруг началась такая агрессивная борьба? Ну по поводу агрессивности Это тоже относительно спорный Момент, за что боремся Чего хотят феминистки по большому счету Есть какая-то большая политическая повестка Например, мы хотим, чтобы Ну как бы Женский опыт не обесценивался Чтобы к женщинам относиться как к гражданам Вне зависимости от пола Вот буквально недавно новостной инфоповод был У одной женщины Они приняли заявление о побоях В полиции И спустя два дня муж ее прибил Казалось бы, причем тут женские права Ну собственно я практически уверена, что ситуация была следующая В полиции Ну понятно, женщина на своего мужика накатала заяву Сейчас она через два дня эту заяву заберет Да нам проще ее не принимать То есть гендер здесь То, что эта женщина принесла заявление Он влияет Такого быть не должно Если гражданин Российской Федерации Принес заявление о побоях Заявление должны принять И в соответствии с этим Обеспечить этому человеку безопасность и так далее То есть пол на самом деле влияет на очень многие вещи Сейчас до сих пор И, ну на мой взгляд Если мы говорим о феминизме третьей волны Который сейчас, мне кажется, все-таки более яркий Его задачами являются Прекращение, ну можно сказать так Обесценивание женщин Потому что очень долго Это настолько нормально Что мы даже, ну только начали это замечать Мы только начали замечать Всю эту беспонтовую маркетинговую стратегию Где женщина все время всем должна Все время виновата Все время она не соответствует каким-то стандартам Фемвертайзинг, он только начался Вот этот вот формат рекламы Где женщины поддерживают женщин Где женщины не стравливают Не говорят, что они там плохие хозяйки Плохие матери там Не тем порошком постирали Короче, в общем прекращают стыдить женщин За их повседневную жизнь обычную Ну вот, то есть Про присутствие женщин Про голос, про проявленность Женского в мире То есть феминизация сейчас Это глобальный тренд То есть женское стало видно И поэтому немножко все в таком шоке Ну то есть женщины, оказывается, есть Оказывается, есть их уникальный опыт Который доселе, может быть, в литературе Даже не был описан Потому что, ну, авторов больше, чем авторок Так исторически сложилось По ряду причин И, соответственно, ну, женщины стали более проявлены И все просто удивляются Это непривычно Поэтому так кажется, что этого так много Для меня нету такой проблемы Я не считаю Не чувствую обесценивания своего опыта Потому что я, как индивид Для себя выбираю стирать или не стирать Там Сама выбираю себе партнера Сама выбираю себе работу И как мне кажется И за это спасибо феминисткам прошлого Которые были неудобны И которые вообще никто не понимал Что они хотят В смысле женщина должна владеть собственностью Что это значит? Вообще непонятно Да, ну то есть нужно понимать Что это просто тенденция Что-то, ну, может быть, если мы приведем Парочку примеров Что такое обесценивание Тебе станет более понятно Это, конечно, общечеловеческая Ну, такая проблема Нельзя сказать, что Мужчины не сталкиваются с обесцениванием Ну, это некорректно Конечно, и мужчины, и женщины Сталкиваются на феминизм Он про женщин И, не знаю, например Когда женщины говорят, что она толстая И стыдят ее за это Или там говорят, что Может, она сильно худая Может, и эндокринолога найти И вот это оно и есть Когда, ну, типа Тебе лезут, нарушают твои границы Ну, потому что ты женщина И почему-то кажется, что всем Что ты так сильно должна зависеть От общего мнения Что вот надо тебе что-нибудь посоветовать Как-то улучшить тебя По твоему ощущению Насколько мы отстаем От вообще мира И даже от России Вот мы, жители Барнаула Мы, Барнаула Вообще в понимании всей этой истории Сложный вопрос Я, ну, если честно Даже не знаю Ну, лично мое мнение Что, в принципе, не очень сильно У нас уже тоже появляются Какие-то организации Закрытые группы ВКонтакте Где девушки поддерживают девушек Обвиниваются информацией Собственно По самой актуальной Фемповестке Да, это пока маленькие сообщества Но уже какой-то процесс есть Безусловно, у нас, мне кажется Знаешь, основная задача феминизма Сейчас вот Если конкретно в Барнауле брать То это Убрать демонизацию этого слова Потому что Большая часть людей Просто вообще не знает Что это такое В принципе То есть На самом деле Большая часть из тех Кто не знает Что такое феминизм Являются феминистками Я вот Там, не знаю С девочкой разговариваю У нее свой бизнес Она Ну Абсолютно уверенная Самодостаточная В себе женщина И Я говорю О, да ты феминистка С уважением Говорю я ей Она говорит Да упаси Боже Что за меня Ты обидеть меня хочешь Вот Ну то есть На мой взгляд В Барнауле Если мы говорим В Барнауле Тут как бы Начать нужно с того Что Убрать демонизацию По поводу этого слова И затем Когда люди поинтересуются Что такое Ну про что это Да Про гармонию с собой Про выбор свой осознанный Про границу Про зрелость Про умение отношений Ну как бы Выстраивать отношения С деньгами С ресурсами С властью И так далее Люди поймут Что это Не так страшно Как им рассказывали До этого Ну вот Меня больше Знаешь еще Что волнует Что По моим ощущениям Больше агрессии К феминисткам Проявляют не мужчины Совершенно А сами женщины Смотри Это действительно Ну феномен Который тоже Удивляет и меня Потому что Вот Из крайних Каких-то историй Да В Барнауле Опять же Вот эта история С учительницей Тринадцатой школы Которую какая-то мамаша Обвинила в том Что она там Женщина Пониженная социальная ответственность Из-за того Что у нее фото в купальнике В закрытом Абсолютном купальнике И женщина занимается Зимним плаванием И как бы Женщина травит женщину Просто Почему Зачем это происходит Есть такой термин В феминизме Внутренняя мизогения Да То есть Как бы Что женщины Ненавидят женщин Собственно И внутри самих себя То есть Ну как-то вот Что они ощущаются Второсортными И других женщин Воспринимают Как соперниц И как бы Ну немножко В такой агрессивной Нападательной позиции К ним находятся Собственно Это последствия Того Как у нас Выстроен социум По большому счету Что нам внушают С утра до ночи Что основное Предназначение женщины Это выйти замуж Замуж или сдохни Там обязательно Родить детей Вот и все И больше Как бы ни шага влево Ни шага вправо И как бы еще говорят При этом Еще одну чушь Про то что Типа Как там Мужчин меньше Чем женщин Ну и короче И вот эти все Куча вот этих Дебильных установок Формируют У женщин Такое Ощущение Что война Идет За мужика Ну и прям Вот тебе вообще Неохота Надеть белое платье Вот это все Парам-папам Это бабушки плачут Бросайте букет Зерно в лицо Слушай Я тут понимаешь Не совсем Репрезентативный выбор Как не совсем Показательный случай Потому что я поработала В своей жизни Тамадой Поэтому Меня не надо Спрашивать Вопрос Как бы все эти Белые платья Знаешь В моей жизни Их было очень много Я как бы Нет Не очень хочется Если честно Мне кажется Что многие Упирают на что На то что Вот В партнерстве Именно Женщина Проявляется Как Слабый человек Что вот Где-то здесь Она может прийти домой Там поплакать И вот муж ее Или там мужчина Ей скажет Милая Ну поплачь Поплачь Ты же женщина Посмотри Я считаю Я считаю Что в здоровых Отношениях Между мужчиной И женщиной Поплакать Может и мужчина И женщина Вот честно Я 6 лет В партнерских отношениях Состою с любимым мужчиной И я считаю Что только феминизм На самом деле Может позволить Выстроить здоровые отношения Когда каждый из вас Не играет В партнерстве Роль настоящего мужчины Или там Роль настоящей женщины А просто Являет свою индивидуальность Он Есть тот Кто он есть Без всякой Лишние нагрузки Про роли Настоящих Там Мужчин и женщин Ну это Это проще Это легче И в этом больше свободы Но тебе никогда Не было обидно Что Что за 6 лет Он тебе кольцо Не подарил Обручальное Ну Знаешь Я как для себя Отвечаю на этот вопрос Ну просто Липовые Вот эти клятвы В гарантиях Ну типа вот Я клянусь Там в горе И в радости Вот Это скорее то Что брак разрушает Чем то Что брак поддерживает Потому что Во-первых Это неправда Ну то есть Человек в любой момент Может перестать меня выбирать И я могу в любой момент Перестать его выбирать Могут сложиться Так обстоятельства Я могу Ну там Перестать чувствовать И ну как бы Тянуть волыну Семейной жизни Если ты ничего не чувствуешь Ну это странно Никому это не нужно Это может произойти Это факт И помнить об этом факте Без кольца Значительно Проще То есть Если мы говорим о том Что семья благополучная Это не клетка Это кормушка Скорей То клетку от кормушки Отличает то Что любая птичка В этой кормушке В любую секунду Может с нее улететь Слушай Ну вообще Меня Вот Больше всего Цепляет история С феминизмом И абортами Ну это наверное Одна из самых Мне кажется Самых Таких Глубоких И постоянно Обсуждающихся тем Да Одни говорят Что Это мое тело И я могу Сама принять решение Другие говорят Что это Убийство Это вопрос Нужно разложить На несколько мелких О том Что такое выбор Что такое ответственность И с чем борются Так называемые Пролайферы Ну то есть Это направление Которые говорят Аборт Это страшный грех Вообще Нельзя так делать Убийство Убийство Выбор Когда ты выбираешь Какой-то один образ жизни Да Отказываешься от другого Мне кажется Должен делать тот человек Который понесет Последствия Этого выбора То есть Если я Несу последствия За выбор Жить моему ребенку Или нет Лично я Только я Или никто Я А к сожалению В России Ну в общем Если честно Мы знаем Что у нищеты Женское лицо И в основном Это матери-одиночки То есть Ну понятно Что все последствия Твоего выбора Они лягут на твои плечи Соответственно Выбирать Должна только женщина И никто Промывать ей мозги По поводу того Это грех Или это не грех На мой взгляд Не имеет никакого Морального права Потому что Это просто выбор И у него есть Безусловно последствия Про последствия Нужно рассказать И про последствия родов У которых тоже Не каждая рода Женщина переживает Да Эта смертность В родах Больше чем После абортов Например После абортов В медицинском учреждении Смертность нулевая Ну то есть Это безопасная процедура Более безопасная Чем роды Ну я-то и говорю Даже не про Физическую безопасность А про психологическую Но Если ты воспринимаешь Это не как Клетки Которые наплодились Внутри тебя А как Например Человека Которого ты произведешь Что Этот выбор Как бы Не настолько прост Ну безусловно Не настолько прост Но на мой взгляд Когда мы рассуждаем О том Делать ли аборты Или не делать аборты Мне кажется Мы немножко подменяем Вообще Вопрос На который на самом деле Нужно обратить внимание На самом деле Обратить внимание Нужно на то Откуда берутся Нежелательные беременности Как так получилось Что женщина Забеременела От Ну либо От мужчины Которого не хочет детей Что произошло Ну то есть Вот может быть Вот с этой проблемой Как-то порешать Побороться Не запрещать Сексуальное образование В школах А как-то Может быть Что-то сделать Ровно противоположное Ну то есть Мне кажется Что вот эта Паралайферская тема Это Немножко Ну то есть Люди смотрят Немножко не в ту сторону То есть Навяливая на женщину Чувство вины Там Что это убийство Мы немножко Лишаем внимания Ту проблему Откуда берутся Нежелательные беременности Как Сдержанно Корректно Объяснить Бабушке Дедушке Троюродной сестре Соседке И Консьержу Что Ты Не Желаешь Рожать Вот Прямо сейчас Так и сказать Что я понимаю Твои чувства Что тебе бы хотелось Там например Подержать на руках Своего внука Но поскольку Мы же хотим Чтобы Наш внук Пришел В нашу семью Вовремя Был любим И долгождан Сейчас К сожалению Для него Нет Подходящего Пространства Или там Не совсем Подходящее время Мы еще В процессе Того Что мы делаем Ему счастливую маму Вот Ну как Я не знаю В общем Это личное творчество Каждого Нет универсальной формулы Своим родителям Я могу это сказать Это прокатит Да А каким-то Они скажут Ну ты вообще там Ты завязывайся Своим ютубом Смотрят Я не знаю Ну что-нибудь там Ради чего Тогда это все Вот Чего не хватало Или что произошло Что Катя психолог Катя Занималась Стимбилдингом А потом вдруг Оба-на Слушай На самом деле Я вот думала Почему же так легко И правильно Легла на у меня Вся вот эта идеология Я поняла Что все Знаешь С детства закладывается Не те я книжки В детстве читала Типа Скарлетт Ахара Ну как бы Скарлетт Та еще была феминистка У нее бизнес там свой был По ходу книжки Там та еще была выдерга Я не знаю Сериал Дикий ангел На самом деле Если посмотреть на него Современным взором Это ультрафеминистическое Произведение И там Главная героиня Спуску не давала никому Потому что она себя Обесценивать Вне зависимости от того Какой иерархии Там человек И властью обладает Она всех ставила на место Всегда свои границы Держала четко Какие-то Вы знаешь Вот художественная литература У меня как будто К этому все время Там Или там Сериалы Как будто контент В целом Ну какое-то понимание Того что Все что у меня до этого Говорили про феминизм Это было неправда Ну какие-то вот эти все Отголоски скандалов Скажем так Я почитала книжку Кейтлин Моран По-моему Фамилия у девушки Называется Быть женщиной И там описан То есть она журналистка У нее очень красиво Ну многие кстати Феминистки пишут Очень вкусно Очень классно Грамотно И это меня тоже Очень подкупает Я человек такой Склонный любить слова Вот И то есть Когда я начала просто Исследовать изучать Эту тему Я поняла Что в ней Стоит огромный Терапевтический потенциал Ну то есть Вот В том Что муссируется В этих пабликах Феминистических В том Про что пишутся книги Это правильно И это Поддерживать Это выгоднее Чем это осуждать Но Поддерживать И быть Ярым сторонником Который С флагом Идет В первом ряду Это большая разница Это большая разница И вот Тонкость в том Что в каком-то В России И в Барнауле Путают радикальный феминизм Какой-то такой Гротескный Яростный Просто с феминизмом Потому что в феминизме Очень много разных направлений У каждого Своя делянка Своими Занимаются Тонкостями И нюансами Путать Не нужно То есть я предлагаю К феминизму Относиться просто И прагматично То есть изучать Самому Составлять Точку зрения Никому не верить И Ничего не бояться Как-то так Ну вот ты сейчас говоришь Про литературные произведения Я подумала Это же Как ты Как ты ловко Понимаешь Сейчас обесценила Наше второе Все после После Пушкина Льва Николаевича Ну он практически Он практически Вообще Не находил места Приличной женщине В своих произведениях Они все у него были Страдалицы Глуповатые И Зашейменные Это вопрос Значит интерпретации Вот я тебе скажу Знаешь самое какое Феминистическое У Пушкина произведение Сказка о рыбаке и рыбке Я это недавно поняла Сейчас с тобой поделюсь Ну как бы Мы как обычно Интерпретируем Сказку о рыбаке и рыбке Да Баба Баба Офигела Офигела Значит меры не знает Жадная Понимаешь Вот как бы Стандартные накатанные рельсы Как мы интерпретируем Эту сказку А я тебе скажу Что это вообще Ультрафеминистическое произведение Потому что Чему учится С этой историей Даже если у тебя Офигенный мужик У которого есть Золотая рыбка Который может Материализовать тебе Вообще все что Все что Вот фантазия До чего тебе Дойдет Вот он все тебе Вот пожалуйста На блюдечке С голубой Каемочкой На И ты такая И ты Никогда не будешь счастлива От чужих побед От того что кто-то Тебе что-то на голубом блюдечке Принесет Что счастливой Тебя могут сделать Только твои собственные победы Так устроена на самом деле Психика счастья Психология счастья Эндорфин и энкефалин и алкоголь Наши внутренние гормоны счастья Они у нас вырабатываются Только на собственные победы И женщины Не являются исключением Да мы склонны Идентифицироваться С мужчинами Со своими Да мы им вынесем мозг Чтобы он соответствовал Всем нашим ожиданиям Ожиданиям социума Но по большому счету Счастье этого не принесет Ни женщине Ни мужчине Вот Только собственные победы Только хардкор Ты оставляешь Какую-то Вероятность того Что через время Ты скажешь Что Ну я эту историю Проживала И дальше иду И мне это уже не интересно Я уже не феминистка Дайте мне юбку в пол Я хочу Получать энергию Земли Земли прямо Ну вот В то самое место Из которого Буду потом рожать 12 детей Слушай Вообще Гарантий никаких нет То есть все что угодно Может произойти Я считаю Что гибкость сознания И способность допустить До себя любую информацию Это признак Вообще Высокоразвитого Хорошего интеллекта То есть Никакая не проблема Допустить Я допускаю до себя И ведические знания Очень многие То есть Они мне не Что-то мне приводит В ужас А что-то я считаю Более-менее Жизнеспособными Какими-то историями Почему нет Спасибо большое Феминизм Это не то Что мы думали Мне будет очень приятно Спасибо за субтитры